Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топфик Геймс. Мы на аккаунте Бухалыч, и вот что у меня украл выживший, который осмелился меня за рейдей. Также меня вот клепал вот этот зомби, я быстро включил запись, чтобы показать, что именно у меня украли. И, ребят, мы отправляемся на месть базы выжившего, будем мстить на все деньги. Не понимаю, зачем взрывать два раза, может быть, какой-то не сильно умный рейдер приходил ко мне, но, тем не менее, вы видели, взрыв был произведен на двух стенках, если можно было только взорвать одну. Также взорвали стандартную еще одну вот эту стеночку, и, в принципе, все остальное у меня целое, ребят, все целое, хорошо. Хорошо, тогда мы, наверное, сейчас соберем все, что нужно для рейда, вернее, для мести базы выжившего, которая осмелилась на меня зарейдить. Естественно, пойдем туда. Так, ребят, все, что нужно, я собрал для мести. Это 7 топоров, 3 заряда С4, естественно, еда-вода. У меня в руках катана и, на всякий случай, ВСС-винторез. Так, ага, блин, что-то я чуть не взял с собой еще один генератор. Давайте один генератор все-таки выложим. Вот сюда, пускай тут лежит, уже третий, там, по-моему, еще один, четвертый, но это пока маловажно. Главное нам сейчас осуществить очень хорошенький антирейд. Надеюсь, база будет не совсем крутая. Единственный вариант, когда хочешь, чтобы база попалась не сильно крутая, это когда идешь на антирейд. Please don't shoot. Типа, пожалуйста, не стреляй. Ну, давайте попробуем, пожалуйста, не стрелять. Пожалуйста, зарейдить. Сейчас будем рейдить со всей силы. Надеюсь, у него тут не сильно много стен и ящики тоже не очень огромном количестве. Конечно, хотелось бы найти мега-крутого. Типа, еще дискет и еще побольше всего крутого. Но, тем не менее, сейчас мы приближаемся к базе. Она выглядит не сильно, конечно, впечатляюще, но размеры ее, конечно, большущие. База обнесена перволавленными стенами и, пожалуй, наверное, пора зарубиться. Если здесь будет куча стен, то я, конечно, попаду в просаг, потому что не так много топоров у меня имеется. Ну, мы видим, здесь все расставлено по порядку. Все чинно-благородно. И чоппер тоже собирается. Думаю, пора рубить. Рубить еще раз, рубить. И пока ни одного ящика. Хренакс, это буферка. Это буферные комнаты, в которых, в принципе, мы видим. Ага, то есть. Хорошо, что перволавленные стены не поднимают так много шума. Так, уже два ящика мы нашли. Всего лишь два ящика. Хренакс, всего лишь два ящика. Три ящика уже есть. Есть четыре ящика. Надеюсь, здесь пять и там шесть. Ну, это вот вполне так, да? Правильно, пять. И давайте с этой стороны таки порубим. Вы видите, что много топоров я потратил. Есть, ребят, все. В принципе, смотрите, немного топоров я осталось. Я думаю, что нужно побыстрее сейчас. Кто вы? Чудовище. Вы что, пришли сюда рейдить или что? Или убивать меня? У меня есть катана. Катана Уин. Ну, давайте попробовать пилить их катаной. Попробовать их от... Ну, пофиг. Нажимаем от атаку и наслаждаемся, как наш персонаж нарезает фарш из зомбятины. Так, так, так. Толстячок потерпает. Мы наносим каждым ударом 35 мега урона. Катана рубит на ура. Я думаю, что сейчас... Долго времени это не займет. Вот мы начнем вот так. Естественно, сейчас мы сначала же посмотрим, что... Нет, давайте сначала все ящики надобьем, а потом будем смотреть, что в них мы можем найти. Херакс. Итак. Есть. Топоров должно хватить, да? Ну, то есть, два с половиной топора это за глаза. Еще одна партия зомбяшек. Ну, и на такую базу, конечно, тратить ВСС будет как-то это лишним. Смотрите, как они там змейкой бегут ко мне. Зажимаем кнопочку удара и просто наслаждаемся, как наш персонаж со всей силой рубит зомбятину. Хотя, блин, это дело не совсем легкое. Так, так, так. Интересно, где можно в постапоклифтическом мире найти катану? Катану, конечно, можно купить в наше время, да? Ну, тогда, может быть, он где-то нашел магазин, там оттуда ее забрал. Ну, или, конечно же, скрафтил. Но в базе чертежей катаны нету, поэтому крафтить ее нет, только где-то найти. Интересно, как она будет рубить зомбей в реальной жизни? Вот это да. Хотелось бы испытать самому, интересно, как будет выглядеть катана в реальной жизни. Так, ну, это пока только размышления. Мы лутаем первый ящик. О, две пары ботинок и, наверное, пора что-то забрать. Аптечки, то есть талоны, это все. Мы забираем кожицу, пока что тоже забираем. Заводские детали пока не будем трогать. И следующий ящик, и смотрим лут. Киаракс, ребят, это дополнительные, недостающие детальки нашего сета спецвойск. То есть, теперь целый спецвойск сетик собран. Это очень хорошо. Давайте немножечко подкрепимся. Вот дички тоже можно бухнуть немножечко. И глотчатину, естественно, заберем. Больше ничего в этом ящике меня пока не интересует. Кроме вот этих бобов. Так, под максимум уже утолили. Следующий ящик. О, ребят, это лок с глушителем и еще одна пара ботинок. Блин, у меня ограбили на спецвойск броню. Но пока я ее убрать, наверное, не буду. Или возьму. Может быть, вообще ничего интересного не выпадет. Бензолин. Зальем к себе два талона. Пускай будет на развод этому пацанчику, который нас зарядил. Так, еще сетик. Еще раз сетик. Так, ботинки меняем на шлемасик и два сета спецвойск. Ура, ура. Так, пора, наверное, вернуться. Вернуться на базу и вернуться в чоппер, ребят, как в базу. Выложить бензин. И, в принципе, можно даже целый сетик спецвойск выложить тоже. Так, по кругу, по кругу. Как там зомбятина бежала? Мы сейчас с легкостью направляемся в наш чоппер. Так, так, так. С какой стороны мы приехали? По-моему, да, да, да. Пикап мы смотрели? Нет. Смотрели, наверное. Давайте еще раз. Ну, ничего. Давайте быстренько, быстренько. Все. Так, так, так. Хорош. Вот. Бензолин буль. Отлично. Сишки поедут с нами домой. И, наверное, 50 талонов. Не правда ли? Пока вот так сделаем. А потом, потом посмотрим. Можно будет, конечно, после этого боя спецвойск одну надеть, эту надбитую оставить, чтобы максимально освободить клетки. Но мы еще не знаем, что в следующих ящиках. Поэтому, может, вообще ничего не пригодится. То есть, каких-то еще там кожа заберем-то и уйдем. Пока что я, конечно, при чувстве хорошего лута буду продолжать лутать эту базу. Тут у нас еще что есть. В принципе, компотик. Вот этот рюкзачок у нас тоже очень-таки и очень интересует. Может быть, когда-то он нам и пригодится. Итак, еще один ящик. О-па-н-д-ис. Вот это, конечно, лутец. Теперь здесь уже у меня глаз немножечко начал двигаться, дергаться. И давайте выбирать, что лучше мне сразу забрать с собой. Так, а забираем мы... Так, это полностью целая тактическая бронь. Мы ее оставим на потом. Так, бензин сразу же забираем. Сишечка. Блин, куда же ее деть? Ну, давайте вместо топора. И пора, наверное, сбегать все-таки в чоппер еще раз. Как это ни печально, бежим в чоппер еще раз. Наверное, сейчас сделаем еще вот такую вот рокировочку. Херакс и Херакс. Эту катану можно оставить где-то здесь. Мачетой отобьемся. Думаю, мачетто будет круто. Отбивать волны зомбяшек. И самое главное, не забыть сет уже такие простую военной брони. Потому что спецвойск пока что так. Вот так. Вот делаем три, надеюсь, влезет. Блин, один не влез. Что делать? Муравью глаза приделай, да? Вот так вот все сделается. Тут все хорошо пока что. Восемь, если что. Ну, все. Пока у меня чоппер полностью забит под ноль. И одну канистру, может быть, даже оставим здесь. Пока идет все по плану. Может быть, даже слиться еще раз. Интересно, блин. Слиться об колье. Кольев-то нету тут. Но я думаю, такой лут нужно не упускать. И сливаться два раза нужно обязательно. Так, так, так. Ну что, давайте все-таки заберем. Этот журнал сразу же исследуем. Чтобы он не занимал место. Так, катана вместо целой катаны. Чертеж. Потому что это у меня украли, который у меня уже, в принципе, есть. Я его брать не буду. Так, 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 так. В принципе, этот сетик в конце мы одеваем. И будет у нас все хорошо. Вот так вот еще можно сделать. Конечно, эти Глокки М16 понимают, что хорошая штука. Но пока мы их трогать не будем. Пока не увидим вот этот лут. Блин, еще один чертеж, который у меня есть. Также вместо восьми аптечек спецвойск ботиночки. Сейчас посмотрим, как они там крафтятся. Вот так вот, да. В принципе, одна стальная пластина. Ну, ну, не знаю. Пускай будет. Думаю, что сливаться незачем здесь. Вот, вообще. Одеваем, переодеваем. Вот так вот штаны, по-моему, у меня спецвойсковские. Да, я думаю, что именно с ними я уйду. Еще раз пересмотрим весь лут. Топор, ботинки. Еще одни ботинки. Да ладно, шоколадно. Можно вместо этих ботинок одеть обязательно, да. То есть, половинка все-таки сета спецвойск. Половина простого военного. Здесь у меня, думаю, все реже, реже. Потому что, блин, будут опять писать. Ты там что-то не забрал, ребят. Я забираю все, пересматриваю. Спешить никуда не буду. Потому что, ребят, говорят, не спеши. А то такое впечатление, что какой-то бот тут рейдит. Так, можно еще вместо топора что-то всунуть. Но я не вижу здесь ничего, что может по редкости по своей сравниться с топором. Топор это уникально, да. Нормально, нереально. Уникально. Можно, конечно, взять, знаете, что-то. Я возьму вместо топора вот эти три чайника. И все. И уходим. Уходим с этой базы. Больше я не вижу смысла здесь задерживаться. Просто зарейдили, отрейдили пацана по полной. Я думаю, вернул свое, да еще и немножечко прибрал к рукам его лутца. Так, ну что, поехали. Поехали, любимая, кататься. Ну, на что переверли? Что? С4, даже еще одна. В плюсе. Нажимаем ехать. И будем смотреть. В принципе, делиться тут не надо. Будем смотреть, насколько это все прошло выгодно. Сейчас мы сравним. Я для себя чисто сравнение сделаю. С тем, что украли то, что я вынес. И вам, надеюсь, это видео понравилось. Обязательно поставьте под ним лайкосик. Заслуженный. Также напишите годный комментарий. И подпишитесь на канал. И если этого заранее еще не сделали. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok